Добрый вечер! Начинается длинный неприятный перерыв между каннелами. Но у нас все наоборот. У нас масса замечательных событий, которые привычны к этому дню, начиная к тому, что разогнали облака. Вчера был день города, очень симпатичный. И, наконец, первый раз прошли выборы с наблюдателями от всех партий, которые там проходят. Ну, не знаю. Ну, естественно, что будет Собянин, да и не сомневаюсь, и дай Бог. Но все-таки мы не избалованы такими неангажированными заранее и подсчетными выборами. Но знаешь, что будет? Все приятно. Вот. Значит, у нас с вами сегодня очередная встреча. И поскольку тут есть все-таки ряд новых лиц, то я хотел бы сначала поинтересоваться, кто из вас сегодня встречает со мной не вообще там, не на концертах и так далее, а вот здесь впервые. Поднимите, пожалуйста. Так, в этом крови почти нету, но в этом есть, есть. А вы, извините, извините, у меня просто шея из-за старой стекла поворачивается. Я говорю, спасибо тебе. Теперь я вижу. Значит, я вам расскажу просто о некоторых ассоциальных наших встреч здесь, которые люди, которые тут запседатые и запседатые, как она. Да, они знают и так. Значит, у нас авторский вечер мой. С песнями и стеками. Потому что у нас есть два варианта встреч везде глухаря. Первая, главная, это вот песни и стеки, авторский вечер. А вторая, которая сейчас приобрела большую популярность, это очень популярные лекции мои, которые в свое время прошли как кинофильмы по телеканалу «Культура». А, значит, кроме того, значит, так демонстрируется фильм полчаса, а потом вот комментарий, вот, например, прошлое было или будет, я уже забылся. А, да, точно, когда взорвется Черное море, это была прошлая лекция, а следующая будет, когда утонет Санкт-Петербург. Вот. Но они все посвящены таким проблемам науки, которые не просто кому-то не нужны. Как сейчас разгоняют Академию науки, потому что опрос населения показал, что всего 40% населения России человек только знает, что есть такая русская наука. А остальные понятия об этом не имеют. Вот. Поэтому можно разогнать там, утирать ноги в нее, и все такое проще. А, но сегодня у нас, значит, приглашаю вас на эти лекции, если кому интересно. Следующая лекция у нас будет где-то, правда, в конце октября, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. В 28-м, по-моему, цели. Ну вот. А сегодня вечером, значит, чем интересен этот вечер? Тем, что фактически этот концерт по заревкам. Заревки мы исключили. Я никогда не вставляю программу этого концерта. А поскольку Александр Николаевич Костромин, который сейчас, я надеюсь, тоже выйдет, вот ко мне сюда, мой главный аккомпаниатор, вот, так, вот сейчас давайте он китаревой придет, он знает все мои песни, в том числе, те, которые я еще не написал, и может играть все, что угодно. А по ссылке, несмотря на мой уже совершенно запредельно преклонный возраст, что-то пытается писать еще, то тут могут быть и новые песни. Значит, работа такая. Вот записки сюда идут. А это дальше, как страниц. Просто иди, пожалуйста. Вот это, значит, второе. Правда, вот у нас сегодня презентация нескольких книжек, которые вышли к моему юбилею, но некоторые запоздали. В частности, вот книжка «Подарочные знания. Царско-сельская тетрадь», изданная в Царском селе, в моем родном Питере, с хорошими иллюстрациями, с акварельами и так далее, и так далее. И книжка, которая вышла, называется она, правда, должна была называться иначе, называется она, по-моему, тоже «Атланты держат небо», это уже надпись на пяти книгах разных, но и была, потому что из-за этого заявила, что иначе книга не разойдется. Она уже разошлась. Это книга «Сегору песен на родном Питере», она тоже тут есть. Есть тут кое-что и другое. Но я хотел, помимо всего прочего, для тех, кто не знает, показать фрагменты своей главной работы. Главная моя работа, или не моя, а целого коллектива профессионалов, это работа кино. Это работа над сериалом, который не получил федерального экрана по ряду причин, которые можно обсуждать отдельно. Главная причина стоит в том, что он снимался без всякой цензуры. Хотя у нас сейчас как бы и нет в России цензуры, так, во всяком случае, официально. Но крое, что все-таки либо осталось, либо уже заразилось, не знаю. Это фильм, биография по книге «Воспоминания», который, кстати, сегодня даже были привесения, привезли последний вариант этой книги, изданный из дайственных «Смог». Тоже называется «Атланты держат небо, моя прогосветная жизнь». И фильм также называется. Эти фильмы, это сериалы. Это сериалы с 54 серий, по полчаса каждой, связанные с моей жизнью, от самого аж года рождения моего, страшно сказать, 33-го года прошлого века. Вообще, когда я говорил, что я родился в первой половине прошлого века, то уже понятно, что от девушки ничего хорошо ждать не приходится. Вот. Но тем не менее. Вот. И мы обычно, так сказать, иногда показываем какие-то фрагменты из этого фильма. Давайте сделаем так. Значит, фильм тут есть. Вот этот самый. Большего нигде никогда вы не купите, не достанете. Вот. Тут 34 полчаса век серии, 9 дисков и прочее, прочее. Более 200 новых стихотворений и писем, записанных в авторском исполнении, куча хроники и так далее. То есть это опыт соединения хроники, документального кино, с моими стихами и песнями. Вот. Но и тем не менее, значит, давайте мы пару песен споем, еще без заявок, потом посмотрим фрагменты из фильма на 20 минут, а потом продолжим наше общение. Если можно, я начну с одной из самых первых песен, написанных вною, да и вною, о тем молодым векрасским геологам 25-летнего возраста, которым я уже никогда, конечно, не буду, в далекой экспедиции под Игаркой, в далеком 58-м году. Если кто-то смотрел телеканал «Культура», могли бы увидеть, как 9 мая, в День Победы, на концерте в Перезелкино, но эту песню мы в моем вдвоем с его северо-севым комзоном, который когда-то пьет, и он в конце 50-х годов, и сейчас тоже буду чемоданным. Тихо, по веткам шуршит снегопад, сучья трещат на огне, в эти часы, когда все еще спят, что вспоминают за мне? Небо далекого просьбе, дал мне письма домой, царствие чеколочных солнцем быстро сменяет звезд, долгой, полярной зимой. Снег, 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 снег над холодкой дружится, вот и кончается наш прадкий ночлег. Снег, 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 тихо на тундру божится, под берегом замерзающих рек, снег, снег, снег. Над Петроградской двоим стороной бьется веселый снежок, в стыке приснился к звезде разорной мягкий душ и пелок. Роман задумчивый фигей в госту их светлую прядь и на полюаре длил парень от Градского синий вечер спустился опять. Снег, 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 снег заброшу кружиться, но не коснется твоих сон вновь и крек. Снег, 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 что тебе, милая, снится над тишиной заберзающий крек? Снег, 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 в тонкой сердце твоем сберегу ветер поет на пути. Через туманы, порозы, полки помоги до тебя не дойти. Вспомни же, если взгрузится, на лжи стоя на когне. Смотри, пешком как придется, песня к тебе доберется, даже не веленный веленный. Снег, 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 снег над тобой кружится, в юго заносит следы на наших сон век. Снег, 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 он себя нынче преселится, за ветер солнца, за ветер, за ветер, за ветер, и на встречи. На встрече. Я, конечно, не знаю. Вот тут присутствует замечательный человек, который то, что 14 месяцев провел на барке с самым крупным парусом судня существующим сейчас в Били, если не ошибаюсь. Он чуть-чуть даже побольше, потом, но же моего родного, Бузенштейна, это парусник Седов, который совершил кругосветное плавание и вернулся сейчас. Я с некоторыми статними вспоминаю, что я провожал его от набережной Взянты Шмидта от Васильевского острова довольно давно. Как вы понимаете, не меньше, чем 14 месяцев тому назад. Я хотел бы обратиться к нему с благодарностью, что он пришел сюда, во-первых, потому что я так любил, так люблю баряков, про соленые, когда они такие загорелые, про соленые ветром. Если можно, спою адрес песен, не так давно написанных, приглашением плавания. Соленый металлой завитает вода Концент и начало истории, Но в голову мне не придет никогда Назвать берегу Акустиной. Компания Лоид не строкует суда, Выходящая в пятницу в уборы, Мы выйдем с воду Навстречу волны, Идущим волна за волной. Компания Лоид не строкует суда, Выходящая в пятницу в море, Мы выйдем с субботом, Навстречу тогда Бегучим волна за волной. Дырявая память, Надежный компас, Идет нас пока, Затеркнут. Растеем в таверна, Белой экипаж, Утрачен журнал с удовольной. Порой ветру падать, И взорвать раз, Поставиться прошлому порту, Иначе, наверное, Концы ты отдашь, Неркнувши в него с головой. Порой ветру падать, Если в этот раз Поставиться прошлому порту, Иначе, наверное, Концы ты отдашь, Неркнувши в него с головой. И все-таки вспомним Про юный прыц, Туда свои умничения. От суши ногой Оттолкнешься разок, И сам же опять молодой. Пускай далеко Не сумеют уплыть Гребущие против течения, Плывущие только Ему поперек И сносятся темной водой. Пускай далеко Не сумеют уплыть Гребущие против течения, Плывущие только Ему поперек И сносятся темной водой. Не верю советам других стариков С кем столе не связывал путь За день в океане, я месяц отдал А будет на жизни земной Для судна, чтоб стало на вечный прикол Петров не бывает попутных Мы выйдем в тумане навстречу водам Бегущим волном за волной Для судна, чтоб стало на вечный прикол Петров не бывает попутных Мы выйдем в тумане навстречу водам Бегущим волном за волной Мы еще раз попали кусочки сфига Из новых песен Песня, которая написана была мною Когда год назад пытался объединить Два брошки фестиваля враждебных, к сожалению И написал песенку Фестиваль, не чтоб не удовольствия объединить На берегах Вологи описанка Горит над перекотом Яркий свет заката И расставаться, видимо, врать Споем те же ребята, как пили мы когда-то Улыбка похода костра Споем, споем те же ребята, как пили мы когда-то Улыбка похода костра Споем, ребята, вместе Забудь труды вести И молодость на помощь не зайдет Споем, ребята, вместе О добрости и чести О шлюве, о славе, о любви Споем, споем, ребята, вместе О добрости и чести О шлюве, о славе, о любви Причалы и певнухи Да на сиреную ухе Из памяти не возвратятся в наш Затворницы и шлюхи Девчонки и старухи Мы каждой благодарны за любовь Смоем Затворницы и шлюхи Девчонки и старухи Мы каждой благодарны за любовь Споем, ребята, вместе Про серый дым предмессий Про светости привычные люди Споем, ребята, вместе Поскольку эти песни Обычно в одиночку не поют Споем, споем, ребята, вместе Поскольку эти песни Обычно в одиночку не поют Споем, ребята, вместе И в Петре и в Бресте мы берем эти песенки не раз. Споем, ребята, вместе, поскольку эти песни, пока мы живы, связывают нас с моим. Споем, ребята, вместе, поскольку эти песни, пока мы живы, связывают нас. Споем, ребята. У нас происходят несколько людей русской литературы, искусства за рубежом. И вотря я с ним удалось мне что показать. В тот раз он показывал одну серию. Но я хотел показать Парижскую серию, в которой там речь идет о нашей Белой гвардии, о главе очень Сен-Жан-Демоуа и о той русской Франции, о которой мы очень мало что знаем. Вот. Это там есть там? А? Есть там эта песня. Там есть песня, оттуда может эта сеть не брать. Песня сейчас и не подзвучат. Спасибо. Посмотрим кино, потом снова соединимся. Спасибо.